Приветствую вас. Правда в том, Радуга, что вы не взрослый человек. Правда в этом. Вы не взрослый человек, потому что, если бы вы были взрослым человеком, вы бы ни в коем случае не боролись бы с мамой. А так, коль вы пытаетесь своей маме что-то объяснить, коль вы пытаетесь своей маме что-то доказать, вот, ну, тут в общем можно сказать только одно, только то, что ваша мама права и вы действительно еще не совсем зрелая личность, не совсем зрелый человек, потому что, ну, повторяю, если бы вы были взрослые и зрелые, то не нужно было бы вам ничего своей маме доказать. Так получается, что вы, по сути, просто хотите, чтобы она одобрила, 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 ну, вот, вот, то, что вы делаете, одобрила ваше поведение. Вот, и я не очень понимаю, если вы говорите, что живете отдельно и финансово от родителей не зависите, то зачем показываете маме то, что она априори не оценит? То есть, такое ощущение, что вы провоцируете маму, провоцируете маму на скандал, ну, вот, и зачем? Для чего? Чтобы что? Чтобы что-то доказать кому-то, да, как бы. То есть, вот, этот момент, он, на самом-то деле, очень важен. И именно по этим причинам, именно по этим причинам вы не являетесь взрослыми, вы не являетесь зрелыми. Именно поэтому ваша мама права, к сожалению, вот, относительно вас, ваша мама права. И я понимаю, что это мне приятно, я отдаю себе отчет в том, что вам это слышать мне приятно. Вот, но, на мой взгляд, будет, ну, будет лучше, если вы, если вы правду это узнаете, если вы не будете, ну, грубо говоря, в иллюзиях, да, вот, если у вас не будет этих иллюзий, как они у вас есть сейчас. На данный, на данный момент, на данный момент у вас эти иллюзии присутствуют. Вот, это вот такой аспект, да, взрослый человек, взрослый человек не будет бороться с родителем. Ну, просто, просто не будет бороться, просто, ну, просто зачем, да, вот, ну, просто для чего. Ведь, понятно, что мама ваша, она преследует свою цель. Понятно, что мама ваша, она хочет, чтобы вы не были с мужчиной, чтобы вы были с ней. И она панически боится, она панически боится того, что вы, ну, вот, как-то будете с мужчиной, да, и не будете с ней. Вот, очень много, много таких случаев в психологической практике, когда матери всеми возможными способами пытаются удержать ребёнка рядом с собой, чтобы он, не дай бог, не стал с кем-то, да, потому что родитель очень сильно боится остаться один, вот. И мне кажется, что это нормальная позиция, мне кажется, что это нормальная история, мне кажется, что относиться к этому нужно спокойно. Вопрос в том, опять же, как вас это задевает, если задевает, как это вас задевает и определяет, вот. Понимаете, какая штука, вот. Дальше, вы пишите, в свою юность я была обделена вниманием мужчин. Знаете, радуга, то, что вы говорите, это много не мало жертвенная позиция. Это жертвенная позиция, потому что вы не были обделены вниманием мужчин. Вы позволяли, вы делали выбор в пользу того, чтобы не быть с мужчинами. Вы делали выбор в пользу этого. Это правда. Но вы не были обделены вниманием мужчин, потому что вам изначально не было положено какого-либо внимания мужчин. То есть, вы очень технично здесь демонстрируете жертвенную такую вот модель поведения своего. И я вот не думаю, что эта позиция, она вам способна что-то дать хорошего. Никто не дарился в школе валентинок безответной любови по три года. Это скорее потребность в любви. В универе не было парня, при том, когда была помешана на удовлетворении себя. Не очень понятно, что вы говорите, я так понимаю. Я думаю, что это в контексте секса, но могу ошибаться. Мужчины просто звали меня из-за моей внешности. Ну, это несколько странно. Несколько странно то, что они вас звали, потому что не очень понятно зачем. Не очень понятно, зачем они вас звали. То есть, вы навязывались им что-ли? Просто как-то, как-то, ну не очень просто понятный этот момент. Вот, если вы ей навязывались, то да, в таком случае понятно, почему они вас слали. Но в остальных случаях ничего бы. На вас могли не обращать внимания, да, но слать вас, это, мне кажется, явный перебор. И опять же, почему у вас была потребность в мужчинах? Она явно была, она явно сильная была потребность в мужчинах. И мне кажется, что это тоже нужно разобрать. Что-то вы пытались или пытаетесь, ну, компенсировать. Вот, если это так, то нужно понять, что именно вы пытаетесь компенсировать. Вот, я говорю. Потому что есть ощущение, что вы продолжаете это делать. Есть ощущение, что и сейчас вы это делаете тоже. Так, мама говорила, что ты красивая, на голове не оболчалась. Мне сказала, что женщины такие, что пока вываливались, но нет. Опять же, это ваш выбор в пользу того, чтобы слушать свою маму. Только благодаря первому мужчине его попросили помочь мне влиятельные люди, я начала выпрямлять волосы, улыбнулась, честно говоря, про влиятельность людей, которые попросили его вам помочь. Зачем? Опять же, да, вы здесь говорите про то, что человек по факту вас направил. Вы говорите об этом. Что человек пришел, взял и вас направил. Вот. То есть, не вы сами сделали свой выбор, а человек. Просто человек. То же самое, даже мама, только с другой стороны. Мне нравилось мужское внимание, то, чего мне хватало 26 лет. Ну вот, хочется спросить, а почему вам не хватало этого? Вы вот не задавались вопросом, почему у вас есть или была, или есть потребность в том, чтобы было внимание мужчине? Ведь это же момент, понимаете? Это ваша потребность, она у вас есть. Но вы просто принимаете из него эту потребность, я имею ввиду, как константу. Хотя она не константа. И не может быть константой. В принципе. Дальше. Ну, так. Опять же, когда я пыталась пригласить домой, пока жива с мамой мужчина, в тот момент была девственница вина, но закатывала истерики, что я ее на мужика променял. Мне кажется, в какой-то степени это странно приглашать мужчину в дом к вам, где вы живете с мамой. Обычно мужчины приглашают, насколько я знаю, к себе женщины, а не женщины. То есть, здесь вы как-то вот, ну, не знаю, назулива, может быть, что ли, навязчива, может быть, что ли, как-то вели себя с теми же мужчинами, опять же. Пытаясь, пытаясь, пытаясь реализовать свои потребности. Вот. А при этом она настойчиво требует внуков. А зачем ей внуки? Потом она в разводе любит повторять сыношки козой. Ну и вы, соответственно, здесь выступаете, как носитель анти-сценария. Я так предреваю. Потому что она мне говорит, что все мужики козлы, а вы возводите их в рамках, ну, в рамках идеала, в рамках божества. Опять же, да, опять же, я могу ошибаться. Вот. И мне кажется, что это тоже деструктивная такая вот история. Вот. Поэтому, такой вот момент. Дальше, значит, занимаюсь своей внешностью. Есть начал работать. Конечно, люблю фотосессии. Недавно занимаюсь фотосессией. Я красиво. Со циклом показала маме. Я сказала, хочу выставить. Так. Ну, здесь очень много внимания делаете внешностью. И тем самым вы порождаете восприятие, ну, восприятие себя, да, как сексуального объекта. Вот. Ну, вот я, честно говоря, не думаю, что это, опять же, то, что вам может серьезно пойти на пользу. Вот. Понимаете? То есть, вам бы... Конечно, хочется выглядеть прекрасно, хочется выглядеть очаровательно. И никто против этого не выступает. Но, внешность – это не главное. И, занимаясь внешностью, не забывайте и о духовной, эмоциональной стороне. Потому что, кого вы привлечете своей внешностью? Каких мужчин? Которые любят внешность. А на одной внешности так или иначе далеко не уедешь. И сама идея того, что вы сейчас занимаетесь, как мне показалось, чем-то вроде компенсации себе того, что вы недополучили, она, в принципе, является деструктивной по своей природе. К сожалению. Понимаете? Вот. Так что, я могу порекомендовать вам работать с эмоциональной сферой, с уверенностью в себе, с личным ростом. Вот. И тогда, я верю, у вас есть все шансы для того, чтобы стать счастливой. Внешность сама по себе, как и, наверное, одобрение мамы, само по себе, не принесет вам ничего хорошего. Вот. Такая вот история. Такая вот история. Такая вот история. Такой момент. Вот. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Я надеюсь, что вы извлечете какой-то опыт для себя. И все-таки обратите внимание на то, что нужно делать для себя. Вот. Такая вот история. Такой ответ. Я надеюсь, что это вам было полезно. Я надеюсь, что вы найдете для себя что-то интересное. Вот. В моих ответах. Я желаю вам всего самого доброго. Но если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Я вам желаю удачи. Я желаю вам обрести себя. Вот. И не чуряться обращением к психологам, к психологам, если будет нужда. Там иногда проблемы у вас определенные есть. Они не решили с помощью людей. Поэтому так. Удачи вам в общем. Всего самого доброго.